Это прямой эфир, меня зовут Мария Владимирова и я готова сказать вам Алло Студия, здравствуйте. Звоните по телефону прямого эфира 2.11.45 и рассказывайте о ваших проблемах. Ну а мы в свою очередь будем искать ответы на те вопросы, которые вы поставите перед нами. 2.11.45 наш телефон, кроме того вы можете обращаться к нам через сайт trksever.ru в рубрике Алло Студия. Проходите там простейшую регистрацию, пишите ваши вопросы, ну а мы уже в режиме прямого эфира будем отвечать на них. Так что присоединяйтесь, вопросов у нас уже достаточно много поступило и чтобы не откладывать в дальний ящик их, я предлагаю и начать сразу с вопроса, который у нас в прошлой неделе перекочевал. Касается он предоставления земельных участков для многодетных семей. Напоминаю, что на прошлой неделе городская мэрия у нас попросила немножко люфта, чтобы подготовиться с ответом на этот вопрос. Позвонили сегодня, опять попросили одну неделю на подготовку, мы решили не ждать. И сейчас я зачитаю вопрос, напомню, о чем спрашивают граждане, затем мы будем дозваниваться в мэрию, чтобы, так сказать, потребовать ответ на тот вопрос, который вы перед нами поставили через сайт rksever.ru в рубрике «Алло Студия». Итак, уважаемая редакция, здравствуйте. Пишет вам многодетный счастливый обладатель земли под строительство жилого дома, которой нет. Вот полный пакет документов, включая свидетельство о регистрации и право, уже больше года на руках есть, земли нет. Может вы проясните этот вопрос о фиктивном выполнении администрации города Наринмара федеральной программы. С правовой стороны практически не подкопаться, так как договор о предоставлении земельного участка в срок до 31 декабря 2014 года назван словом «соглашение». И моя семья, судя по напиленным участкам, на карте схеме не одна такая. Давайте созвонимся с представителем городской администрации Александр Васильевич Гончаров. Сейчас попробуем. Надеемся, что он на месте. Будем набирать. Напоминаю, телефон прямого эфира 2-11-45. Звоните и задавайте ваши вопросы. Это программа «Алло-студия». Мы с удовольствием будем искать ответы на те вопросы, которые вы поставите перед нами. Мы, в свою очередь, уже будем пытаться искать ответы. Напоминаю, что мы сейчас будем выяснять ситуацию с земельными участками для многодетных семей. Управление. Алло, здравствуйте. Добрый день. Александра Васильевича можно услышать? Нет, он на выезде. Еще раз? На выезде, на выезде. А, на выезде. А когда будет? Ну, возможно, уже после трех часов. Ну, где-то ближе, наверное, к полчетвертому, может, к полпятому. Что ж, спасибо большое. До свидания. Не получилось. Ладно, мы попробуем еще ближе к трем часам позвонить. Да, вдруг, как говорится, удача нам улыбнется. У нас есть телефонный звонок. Здравствуйте. Алло. Алло. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Мария, у меня такой вопрос возник. Только я не знаю, кому его можно адресовать. Я звоню вам из Красного, меня зовут Татьяна. Дело в том, что у нас каждый год снимают Куйский мост. Так. Вот такой у меня вопрос. До каких пор его будут снимать, разбирать, устанавливать? Неужели нельзя построить один и качественный мост? То есть такой прям вот добротный, чтобы можно было свободно под мостом лодкам проезжать, а по мосту машинам и людям и круглый год? Да, да, круглый год, потому что в больших городах большие мосты строят, а у нас небольшой мост и не могут построить. Вроде как и регион богатый. Хорошо, давайте, да, мы в рамках этой программы тоже попытаемся связаться. Я так предполагаю, с Наринмар-Дориемстроем мы свяжемся, потому что они занимаются демонтажом моста. И позвоним в управление ЖКХ и строительства Ненецкого округа, чтобы они нам тоже дали ответ на поставленный вопрос. Спасибо вам большое, Татьяна. Смотрите нашу программу, попытаемся выяснить. 2.11.45 наш телефон. Есть у нас еще один вопрос, касаемый жилья. Некачественного, плохого жилья. Из поселка Бугрино пришел к нам вопрос на сайт. Итак, здравствуйте. Меня интересует вопрос по поводу административного жилья. Дому больше 30 лет, построен на огромной луже. Полы упали на 20 сантиметров, черного пола уже нет. Дом топит, целый день в итоге температура поднимается на градусов 10 всего лишь, в плохую погоду на 5 градусов. Спим в одежде и под теплым одеялом. Обогреватель вообще не выключается, проводка старая не менялась со времен постройки. В доме живем я, моя семья, двое детей, одному два года, другому нет года и жены родители. Один из них пенсионер. Они написали заявление на материал и на создание комиссии, уже без изменений. Непонятно, чем занимается глава. Давайте позвоним в Калгуевский сельский совет, чтобы узнать ответ на данный вопрос. Что скажет глава муниципального образования Калгуевский сельсовет? Быть может, какие-то меры принимались по этому поводу? Также я напоминаю вам, телефон прямого эфира 2-11-45. Звоните, задавайте ваши вопросы в программу «Алло Студия». Мы будем пытаться искать ответы на те вопросы, которые вы перед нами поставили. Вопросов достаточно много, так что нужно нам успевать, успевать и успевать ответить на каждый из них, чтобы вы остались удовлетворены и, в общем-то, довольны. Давайте пока примем звонок. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день, Мария. Меня зовут Ирина. Очень приятно. У меня вот такой вопрос. Мне кажется, это не у меня одной, у многих мамочек, у нас, Марин Мара. Такой вопрос. Мы не можем попасть на УЗИ, потому что врач один. Нам объясняют, сейчас проходят медосмотры дошкольники, либо кто военкомат. А нам как быть, которые дети на учете? А скажите точно возраст детей, потому что наверняка спросят возраст ребенка. Ну, у меня, например, ребенку, ну, грубо говоря, 2 года. 2 года. В мае нам будет 2 года. Мы стоим на учете кардиолога. Нам сказали, сейчас у нас талонов нету. Если у вас есть возможность, съездите в Архангель за свой счет, но мы вас не отправим. Эта ситуация, мне кажется, у нас вообще остро очень стоит. На УЗИ невозможно попасть. Я с вами согласна целиком, полностью. Позвоним сейчас в детскую поликлинику, тогда будем выяснять. Спасибо большое, Ирина, за вопрос. Что ж, давайте тогда по порядку. Звоним в Колгуевский сельский совет. Говорю, что вопросов много на самом деле, и хочется получить как можно больше ответов на них. Будем прорабатывать сегодня. Каждый, каждый вопрос. 2.11.45 наш телефон. Это прямой эфир программы «Алло Студия». Задавайте ваши вопросы и посредством сайта trksever.ru заполняйте в рубрике «Алло Студия» простейшую-простейшую регистрацию и пишите ваши вопросы. И напоминаю, что сайтом вы можете пользоваться не только во время эфира, но и до него в течение всей недели от понедельника к понедельнику. Вопросы мы постоянно просматриваем и стараемся дать ответы на них. Мы звоним в Колгуевский сельсовет. Я это напоминаю, до населенных пунктов порой бывает сложно дозвониться, но мы это сделаем, чтобы дать вам ответ на вопрос. Будем, я так понимаю, общаться с главой сельского совета, потому что ну у кого еще спрашивать по такой острой теме, как жилищная, только у главы муниципального образования. Знаете, я еще что предлагаю вам, уважаемые друзья, достаточно много проблем, которые вы перед нами ставили, мы решали. Расскажите о результатах. Есть у нас звонки, дозвонились в Колгуевский сельсовет, будем ждать ответа. Алло. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Это вас беспокоит из Нарьинмара программа «Алло Студия», прямой эфир, меня зовут Мария Владимирова. Скажите, пожалуйста, могла бы я получить ответ по поводу жилья? Вот жители вашего поселка ставят перед нами такой вопрос и просят, чтобы мы нашли ответ на него. Какие жители? По поводу какого жилья? По поводу вот следующего. Интересует вопрос по поводу административного жилья. Дома больше 30 лет, построены огромные лужи, там постоянно холодно, постоянно обогревателем люди пользуются. Писали заявление на материал, на создание комиссии, но все как-то безрезультатно. Вот хотелось бы знать, я вам даже сейчас скажу, поселок Бугрино, улица Набережная, дом 6. Есть ответ? У нас, конечно, наверное, есть, просто я сейчас не имею представления, что в данном моменте надо ответить и сказать, кому этот дом принадлежит. А вообще поселение Саву у нас стоит ведь на болоте. Все дома стоят на болоте, и все они в ветхом состоянии. Сегодня мы ищем ответы, как нам справиться с этой проблемой. А есть какие-то уже пути выхода из этой ситуации? Какие-то создания насыпи, искусственные хлебы? Мы думаем над этим, как нам разрулить эту ситуацию. У нас в ноябре целый полк депутатов окружных приезжал. А что толку? Все на месте. Понятно. Но все равно муниципальные власти тоже должны на своем уровне решать те проблемы, которые существуют. Мы же не можем все взгромоздить правильно на власти окружные. Мы думаем, мы стараемся. А ремонт сейчас мы тоже не можем производить. Вот в данный момент мы не можем сейчас производить, потому что поскольку на улице снег в летний период, мы планируем... А вот что планируете? Чтобы сейчас граждане с улицы Набережная, дом 6 посмотрели и знали, какой ремонт летом ждет их дом? И ждет ли вообще? Все дома нуждаются в ремонтах. Все абсолютно дома нуждаются в ремонтах. В 70-х годах постройки капитальных ремонтов не делал ни СПК, ни администрация до этого. Ну а деньги-то есть хотя бы у муниципального образования? На ремонт? Есть, конечно. Сейчас на ближайшей сессии собираемся выделять средства. Надо и приобрести материал, и надо отремонтировать. Мы сейчас в таком-то положении... Ну вот смотрите, да, как нам сказано было, написали заявление на материал и на создание комиссии. Выделяются гражданам материалы на ремонт? Люди, я так понимаю, своими силами хотят отремонтировать, только дайте материал. Мы материал будем заказывать в навигацию. Часть материала у нас есть, но мы ее оставляем именно на лето. Мы как будем сейчас ремонтировать в это время? Ну вот чем вы можете обнадежить людей с улицы Набережная, дом 6? Всем, кто приходил в администрацию, мы говорили, что мы постараемся составить, как бы, перечень, постараемся, значит, очередность какую-то организовать. И по очередности уже ремонтировать дома. А она организована? Вы сказали, постараемся организовать. Она организована, эта очередность? Пока еще нет, работаем над этим. Ну что ж, мы вам желаем тогда ускориться, чтобы люди нам в следующий раз написали слова благодарности муниципальному образованию, Колгоевский сексовет, власти конкретно, за оперативно проведенную работу. Спасибо большое. До свидания. До свидания. До свидания. Как мне подсказывают, у нас появился сегодня гость. Наконец-то моя красная трибуна будет задействована. Я буду не одна. Сейчас вот в течение ближайшего времени приведут сюда в студию человека, который пришел обратиться со своей проблемой. Мы узнаем, что это за проблема. Вам напоминаю, что телефон прямого эфира программы «Алло-студия» 2-11-45. Звоните и рассказывайте о ваших проблемах. Вот, к сожалению, жители Колгоева, я думаю, не обрадовались. Здравствуйте. Проходите, пожалуйста. Остановитесь за эту трибуну. Очень приятно. Расскажите, пожалуйста, с чем вы пожаловали к нам, Николай Леонидович? Добрый день. Меня зовут Канев Николай Леонидович. Я являюсь ветераном боевых действий. Дело в том, что в газете «Нарьяна Виндер» за 18 апреля 2015 года, номер 40, на седьмой странице изображено фото на память. Вот я хочу показать вот такое фото. Вы уже пришли и рассказали нашим редакторам о проблеме. Мы скачали фотографии эти. Давайте мы сейчас на этой плазме покажем тоже телезрителям. Да, вот у нас сейчас здесь будет в цветном виде фотографии. Ого. Да. Да, я думаю. А, это социальная сеть ВКонтакте, да, там была опубликована. Я очень возмущен, потому что это было в субботу, понимаете, вечером читаю газету. В нашем маленьком городе, где мы друг друга знаем, появилось вот такое фото на сайте ВКонтакте. Угу. Это позор. Я считаю, что это самые настоящие вандалы. По-другому не могу сказать. Их было пять человек, и наверняка все они служили в армии. Ну, судя по возрасту, не молодежь. Да. Я считаю, что это недопустимо. И за такие правонарушения, которые совершили эти вандалы, надо наказать по всей строгости закона. Для этого есть правоохранительные органы в нескороустановленном округе. Остается меньше месяца, когда наша страна и мы все будем праздновать 70-летие Великой Победы над фашизмом. Этот памятник участникам локальных войн был установлен в 2009 году в городе Нейнмаре не для того, чтобы демонстрировать вот такое фото. Ну да. Это наша история, наша память о наших погибших друзьях. Сегодня ко мне подходили старшие поколения, жители города, союз пенсионеров, и все были возмущены. И говорят, Николай Леонтьевич, выскажи. Я говорю, конечно, я выскажу свое мнение. Мы все знаем, что вандалы творят на Украине, Польше, с памятниками истории. И это ужасно. Мы, я думаю, в России такого не должно быть. Вот здесь надо разбираться, потому что, вы знаете, меня, например, это задело. Ну так нельзя в нашем городе. Я вот не знаю, это местные, не местные, это приезжие. Но какая разница? Да? Ну, вообще человек со здравым умом и светлой памятью такого совершить не может. Ну, почему-то вам, мне никогда в голову подобный поступок, наверное, не пришел. Какие дальнейшие действия? Что намереваетесь сделать? Вот вы как представитель как раз-таки тех людей, которые прошли вот эту страшную войну. Вы знаете, вот я для этого пришел, пока высказал свое мнение. Я в субботу обзвонил своих ребят. Ну, никто не знает и не слышали. Ну, вы знаете, я просто-напросто посмотрел, написал и думаю, я должен выступить просто. Как оно получится? А будет реакция? Я думаю, что должна быть реакция. Самое интересное, реакция должна быть давно, потому что, судя по всему, снимки были летние. А у нас сейчас зима. Ну, появилось вот оно. Да, то есть, ну, вот лето, все раздетые, зеленые деревья. Да, да. Отлично, хорошо. Я сегодня был у памятника, там цветы разложил, все красиво делал. Ну, смотрите, ну, как вот можно добраться, да? Ну, невозможно. Ну, слушайте, ну, вы же, возраст у вас за 30 и за 40, вы же, наверное, люди, наверное, адекватные. Понимаете? Хорошо, давайте мы тогда берем на контроль ситуацию, чтобы в дальнейшем получить комментарии у правоохранительных органов. Да, совершенно верно. Какие-то они собираются принимать меры по этому поводу или не собираются. И в том числе, как эксперты, будем тоже с вами держать контакт. Конечно, было бы здорово. А вам огромное спасибо за то, что вы пришли с вот этим неравнодушным отношением к тому, что происходит у нас здесь. И должна сказать, что мы с вами сотрудничаем и по другим вопросам, да? Да. Да, и надеюсь, что в дальнейшем мы будем тоже продолжать сотрудничество. Конечно, конечно. И еще остальные вопросы, их надо решать, и решать оперативно, понимаете? Я иногда вот, я тот раз задавал вопрос, вопросов много. Вы понимаете, наш богатейший округ. Я, не знаю, я живу здесь, родился. Надо просто-напросто эффективно, продуктивно работать. У нас работает вот это как-то вяло, понимаете? Ну, слушайте, ну, давайте работать. Будем работать эффективно, да. Спасибо вам большое. Спасибо. Тогда, да, провожу вас немножечко. Спасибо. Спасибо. Мы тогда, как и обещали, берем на контроль данную ситуацию. Было бы здорово. Спасибо большое. Спасибо. До свидания. Спасибо. Вот яркий пример неравнодушного отношения. Человек, который вот взял, пришел в студию и высказал свою точку зрения. Очень приятно. Еще раз большое спасибо. Эту ситуацию мы тоже будем разбирать. Давайте дозваниваться по тем вопросам, которые к нам поступали. Очень хочется узнать по поводу УЗИ. Давайте. Мне кажется, это будет попроще, чем с мостом на красное, с постоянным мостом. Давайте дозвонимся в детскую поликлинику, главному врачу. Самое главное застать на месте главного врача, чтобы узнать ситуацию по УЗИ. Алло. Так, да? Да, детская поликлиника. Здравствуйте. Алла Павловна, можно услышать? Здравствуйте. Я слушаю вас. Алла Павловна, это прямой эфир программы Алло Студия, телеканал «Север». К нам обращаются мамочки с вопросом, что не попасть на УЗИ. Стоят на учете у кардиолога. Говорят, что невозможно попасть на УЗИ, пройти ребенку УЗИ сердца. Потому что там то одни проходят медосмотр, то вторые, то третьи. У нас сейчас диспансеризация. Да, действительно, создалась очередь. Но это объективная причина. Это не зависит ни от меня, ни от доктора. У доктора большая перегрузка. Ну а если человеку экстренно нужно пройти УЗИ? Если экстренно, по жизненным показаниям, тогда мы направляем по показаниям. А плановые больницы пока очередь создается. В июне, в июле, когда не будет школьников, детских садов, не будет этой диспансеризации, тогда эта ситуация как-то будет более доступна. А еще нам привели такой факт, что предлагают, кто направляет на УЗИ, за свой счет съездить, например, в Архангельск и там пройти УЗИ. Что вы знаете, не предлагают, а говорим, если у вас есть возможность, если вы едете в отпуск, потому что я вот, допустим, говорю, у нас в июне, в июле будут разгружены эти врачи. Не совсем разгружены, но там уже в пределах двух недель будет очередь. Вот. Я говорю, если у вас есть возможность... А мы... А, нет. Мне вот сегодня буквально сказали. А мы, говорит, в июне, в июле нас здесь не будет. Я говорю, ну, если вы будете где-то, если есть возможность, то пройдите где-то за пределами округа. А мне мама говорит, а почему я там должна это проходить, если я здесь могу сделать бесплатно? Я говорю, ну, здесь вот сейчас придется вам подождать, потому что этот ребенок плановый. Вот и все. А все эксвенные, все, которые лежат в стационаре, они у нас получают эту помощь. Поэтому это просто, знаете, не надо раздувать проблему, которой нет. Хорошо, а тогда следующий и последний будет вопрос. А как-то планируется решение этой ситуации, увеличение штата? Или вот в чем проблема? Оборудования не хватает? Штатов не хватает. Штатов не хватает. Вообще, вы знаете, вот с этой вот как бы ситуацией вы в управление здравоохранения обратитесь. Вот может они вам что-то ответят, потому что я достучаться уже никуда не могу. Если бы это было в моей компетенции, то такой бы ситуации не было. А это не в моей компетенции. Так может вы откроете секрет тогда, что такое происходит? Почему не можем попасть на УЗИ? Ну, я еще раз вам говорю, вот сейчас идет массовая диспансеризация. То есть вся проблема в диспансеризации. Если бы ее перенесли на лето, например, не было бы таких проблем. А как на лето? Если школы на лето не работают, часть детей уезжают, как перенести на лето? А как, может быть, разбить как-то по группам? Вот в один месяц одни проходят, во второй там как-то... Ну, даже по группам они у нас не все одновременно, понятно. Они и так у нас разбиты. Но я вам еще раз говорю, у нас три месяца выпадает из... Дети уезжают. Ну, то есть, да, на данном этапе ситуация такая, и изменению она не подлежит. И она каждый год такая ситуация у нас. Ну, дело в том, что до этого года еще как-то мы решали, потому что от нас не требовались такие объемы. А сейчас от нас требуют вообще стопроцентную диспансеризацию. Это вообще нереально. Нашими ресурсами это все сделать в короткие сроки нереально. А люди, если за свой счет... Естественно, у нас страдает, да, плановые больные страдают. Ну, а если они за свой счет прошли в другом городе, им оплатят здесь управление здравоохранения, либо... Вот это я не знаю. Вот это вы не знаете. Будем узнавать тогда. Спасибо большое, Алла Павловна. До свидания. Пожалуйста, до свидания. 2.11.45, телефон прямого эфира. Это программа Алло Студия. Вот, знаете, бывают эфиры, программы, когда ответы такие достаточно жизнеутверждающие, и как-то радостно становится сегодня. Как-то вот все немного не так радостно, как хотелось бы. Здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Так, звонка нет. Что ж, надо нам прояснить с УЗИ ситуацию. Нам нужно дозвониться до управления здравоохранения. А пока... Ну, в принципе, давайте не будем далеко уходить от темы. Попытаемся совершить звонок туда. Была у нас однажды попытка пообщаться, но трубка была брошена. Попытаемся. 2.11.45, звоните или задавайте вопросы на сайте. Напомню, что у нас очень много вопросов, на которые нужно найти ответ. Как видите, отвечают не очень охотно. Дозвонились мы. Алло. Ждем связи. К сожалению, наверное, не дождемся. Наверное, в каждое учреждение, в каждой организации установили телеканал «Север». Теперь внимательно по понедельникам смотрим. Что ж, не получается дозвониться в управление здравоохранения. Тем не менее, делаю себе пометочку о том, что мы должны дозвониться. Управление здравоохранения. Так, это значит, нам нужно совершить сюда еще один звонок. Давайте позвоним сейчас по красному. Вот я почему не хочу сейчас так вот быстро звонить, потому что тема такая требующая проработки. Давайте сейчас мы такие мелкие, так сказать, вопросы попытаемся разрешить, потом перейдем к глобальным. Есть у нас вопрос, когда откроют рейсы на Риенмарсы к Тывкару. Вопрос при том, что из Ухты к нам пришел. Давайте позвоним в объединенный авиаотряд руководителю Валерию Евгеньевичу Остопчаку. Быть может быть, нам удастся получить ответ на этот вопрос. Сейчас будем дозваниваться. Между тем, напоминаю, телефон прямого эфира 2-11-45. Звоните, задавайте ваши вопросы. Мы будем пытаться искать на них ответы. А сейчас у нас... Поступил звонок, давайте возьмем, потом будем отвечать. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Меня Зинаида Кузьминична. Здравствуйте, Зинаида Кузьминична. Мне 73 года. Так. И вот памятник, который поставили, танк, он вообще там неуместен. Нужно ставить там, где это положено, где промзона. А здесь промзона. Что это за памятник? Это вообще кощунство какое-то. Он должен стоять там, где надо. А где надо? В промзоне. Ну, где-то в городе. А здесь что? Там еще и мусор вечно, и заносится снегом, и пыль вся летит. И все на этом танке. Я считаю, что это кощунство, что там поставили. Это надо ставить где-то в городе, где люди именно на фронт мы уходили. Все. Ну, вот, должен был быть ставить. Вот. Жалко. А я вот хотела задать вопрос. Что ж, тем не менее, это мнение. Мнение каждого человека имеет место быть. Вы можете так же вот высказываться. Ну, мы будем тогда звонить в искательский постсовет, чтобы найти ответ на этот вопрос. Почему именно то место, на котором стоит сейчас танк, было выбрано для него? В авиаотряд мы звоним. Данный вид связи недоступен для абонента. К сожалению, мобильный телефон не абонент. На стационарный получится у нас сейчас дозвониться, чтобы получить ответ. Я уже понимаю, что мы сейчас опять не дозвонимся, потому что у нас есть снова телефонный звонок. Я уже слышу, сейчас мы будем его принимать в нашей студии. Так, Зинаида Кузьминична так вот бросила трубку, на самом деле. Хотелось бы очень, конечно, поговорить с ней. 2.11.45 наш телефон, программа «Алло Студия», мы работаем в прямом эфире. Время летит очень быстро. Столько много вопросов, на которые нужно найти ответы. Ну, вот постоянная такая вот перепалка ответов и вопросов. Сейчас мы приним телефонный звоночек. Ну, ладно, вы сейчас... Здравствуйте. Ну, здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Александр Евгеньевич. Александр Евгеньевич, что у вас за вопрос? Вопрос такой, скажем так, у нас телевидение появилось суховое, да? Еще раз, что появилось у нас? Цифровое телевидение. Так, цифровое телевидение, угу. Ну, злое из... Ну, ладно, бог с ним. Сначала был блок 10 каналов, потом еще плюс 10, 20 каналов. Угу. В курсе. Вы в курсе, да? Ну, я не пользуюсь этим, поэтому вот слушаю пока внимательно вас, чтобы понять суть вопроса. Ага. И вдруг стали... Скажем, второй блок с 11 по 20 не пропадает, а этот пропадает. А, это вы имеете в виду про такие специальные небольшие приборчики, при помощи которых можно смотреть вот эти каналы? С... ой, как, забыл, как сказать. Что с приборчиком вы с этого канала, или вы в мой цифровой, ну, ладно. То есть вы хотите узнать, куда пропали эти каналы и когда они появятся? Нет, нет, нет. Дело в том, что они пропадают. Так. Вот, и что делать-то? Я не понимаю, в антенне дело, или еще что-то, а позвонить специалистам, я не знаю, куда. Хорошо, ладно, я знаю, тоже люди уже спрашивали по этому поводу. Спасибо вам большое за звонок. Мы сейчас попытаемся, либо сейчас, либо в следующей программе выяснить этот вопрос, потому что, на самом деле, это коммерческие учреждения, которые занимаются продажей данных, вот, агрегатов, так сказать. И у них будем пытаться искать ответ. Спасибо вам большое. Будем дозваниваться до авиаотряда. У нас есть вопрос, когда откроют рейсы на Ринмар-Сыктывкар. Очень хочется узнать ответ по этому поводу жителям города Ухты. Вот эта красная трибуна, за которой я сейчас стою, она предназначена для вас, уважаемые телезрители, уважаемые эксперты. Если вам есть что сказать, приходите сюда в студию и высказывайте ваше мнение. Кстати говоря, сегодня уже был яркий примет тому, есть телефонный звонок. Здравствуйте. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Меня зовут Мария, я хотела бы узнать, в летний период будут рейсы с Наринмара до Кирова? Наринмар-Киров. Вот сразу два вопроса у нас к руководителю авиаотряда. Спасибо большое, Мария. Мы сейчас как раз туда дозваниваемся, и я думаю, что мы получим ответ. Спасибо. Вот пытаемся дозвониться до авиаотряда. Вот уже сам Бог, как говорится, велел. Столько у нас, много вопросов по авиационной теме. Здравствуйте. Здравствуйте. А Валерий Евгеньевичу можно услышать? Валерий Евгеньевич у нас в отпуске. А кто его замещает? Вчеников Андрей Анатольевич. А можно его услышать? А кто спрашивает? Это телеканал «Север». Меня зовут Мария Владимирова. Программа «Алло Студия». Прямой эфир. Сейчас нас представят. А вам напоминают 2-11-45, телефон прямого эфира. Звоните. Вот как долго. Алло. Да. Андрей Анатольевич, здравствуйте. Мария Владимирова, программа «Алло Студия». Прямой эфир. Два вопроса есть от наших телезрителей. Когда откроют рейсы Наринмар-Сыктывкар и Наринмар-Киров, будут ли летом летать самолёты? Можете как-то обнадёжить людей, либо дать какой-то ответ по этому поводу? Наринмар-Сыктывкар и Наринмар-Киров. Два направления. Да, я понял. Значит, что хочу сказать. С октября месяца мы ведём поезд перевозчика. Разослали 15 авиакомпаний информацию по этому поводу. Значит, о том, что есть такая востребованность. На самом деле, да, Киров и Усин-Сыктывкар – это два направления, которые востребованы на сей день. Причём Киров где-то 2-3 рейса в неделю, Усин-Сыктывкар – порядка двух рейсов в неделю. Но это только про летний период, да, идёт речь? Либо круглый год? Нет, речь идёт о круглогодичном общении. Несмотря на то, что частота рейсов, она варьируется в зависимости от сезона. То есть летом, естественно, больше рейсов требовано, зимой поменьше. Но, к сожалению, пока не могу ничем порадовать. Всё, что от нас зависит, мы сделали. И постоянно эта работа ведётся. Постоянно общаемся с авиакомпанией. Но дело в том, что ограничена возможность авиакомпании, видимо, в самолётном парке. Потому что уже заранее согласованы и слоты, да, то есть расписание. И воздушные суда, видимо, распланированы таким образом, что нет возможности выделить воздушные суда для вот этих маршрутов, для перевозки по этим маршрутам. Ну а тогда давайте по ходу дела ещё вкратце скажите, куда у нас летом и сколько рейсов будут летать, чтобы люди понимали, смогут ли они без проблем добраться до места отдыха, либо будут существовать какие-то у нас напряжённые моменты? Ну, у нас остаются традиционные рейсы. Это Москва-Питер, соответственно. Значит... С увеличением? Я думаю, что будут какие-то сложности добраться до Москвы и Питера, потому что у нас на Питер сейчас два перевозчика, да, это ЮТР и Доносайра, значит... Ой, извиняюсь, на Москву. Значит, и на Питер у нас Руслайн и Нордавиа заявились, да? Боинг, то есть Руслайн три рейса и один рейс Боинг, ну и, соответственно, Архангельс, да, то есть можно через Архангельс будет добраться. Поэтому вот на эти направления я не думаю, что будут какие-то проблемы у людей. Угу. То есть в лето мы вступаем с уверенностью, что мы доберёмся до Большой Земли, ну а переговоры-то будут продолжаться по поводу Кирова и Сыктывкара, да? Да, конечно, будут, да, потому что мы заинтересованы, как аэропорт, как авиапредприятие, мы заинтересованы в перевозках людей, правильно? Ну, конечно. Людям ведь порой не объяснишь, да, многие воспринимают это всё как единое целое, то есть если мы аэропорт, аэропредприятие, то почему мы не выполняем рейсы, задают в первую очередь нам вопросы. Хотя вот, ну, может быть, не все понимают, да, что такое разделение существует сейчас авиакомпании, аэропорт и так далее. Людей это мало интересует, вот они приехали в аэропорт, и, соответственно, у них... Давайте, давайте мне рейс. Да, да, поэтому, конечно, мы ведём работу, да, это, во-первых, это забота о людях, о жителях нашего округа, да, о пассажирах, вот, ну, это же и доходы нашего предприятия, правильно? Конечно. Поэтому мы работаем. Спасибо вам большое за развернутый ответ, спасибо, Андрей Анатольевич. Пожалуйста. До свидания, доброго дня. Что ж, опять видите, ответ у нас неутешительный. 2.11.45, телефон прямого эфира. Дозванивайтесь к нам, задавайте вопросы в программу «Алло Студия». Мы работаем в прямом эфире. Кроме того, задавать вопросы можно и на сайте trksever.ru в разделе «Алло Студия». Ну, а если уж прямо надо, как говорится, высказать всё, что вы думаете, я вас приглашаю в студию за эту замечательную красную тумбу. Сегодня у меня здесь был гость, мне было очень приятно. Будем решать вопросы и проблемы дальше. Пока примем звонок. Здравствуйте. Алло. Алло. Да, алло. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, у меня вот три вопроса. Первый, наболевшие все вопросы. Первый, это когда она по южной 37, у нас всё-таки когда-нибудь будет канализация. Там что у вас с ней? У нас вообще её нет. Дома уже 33 года, у нас канализация вокруг, у домов всех есть канализация, в нашем доме нет. Так, хорошо. Это первый вопрос. Мы приглашали здесь, у нас приходили, смотрели, фотографировали, у нас всё идёт под домом. А вы кого приглашали? Администрацию, естественно. Городскую, да? Да. У нас всё это под домом. Весь этот запах, мы это дышим, у нас все здесь почти пожилые люди живут, инфарктники, сердечники. И мы этим запахом живём уже 30 лет. Так. Это первый вопрос. Второй вопрос. Скажите, пожалуйста, когда же на Комсомольской улице будет дорога нормальная? Там не пройти, ни скорой, никому вообще никак не проехать, пройти ничего. Там ужасные дороги. Засыпки там никакой не делают, каждый год там топит, там на лодках ездим. Это второй вопрос. Когда будет засыпка, нормальная засыпка? И почему жители этого района должны за свой счёт делать засыпку? А, то есть вот сами они платят денежку, чтобы купить песок? Конечно, нам предлагают, делайте засыпки сами, мы не можем каждый дом обсыпывать. Вот нам так отвечают. Так. И третий вопрос. Когда в Малом Качгарте, около домов 12Б, 12А, центральная вот эта улица, тоже засыпки нет? Там тоже топит. Там тоже предлагают самим засыпывать, засыплять вот эти дома. Но мы такие деньги не можем платить по 100 машин в месяц заказывать. Естественно. Вы понимаете, там что это? Там топит. Конечно. Там постоянно топит. Мы выходили с Путиным на прямой эфир, потому что здесь вокруг нас ничего не помогает администрациям. И мы решили ещё раз посмотреть, может вы нам поможете. Хорошо, скажите, пожалуйста, как вас зовут? Меня зовут Мария Филипповна. Мария Филипповна, знаете, как мы с вами поступим? Вы сейчас после программы трубочку не кладите, а нашему редактору оставите ваш телефон. Хорошо. И мы с съёмочной группой приедем по каждому адресу, договоримся с вами на время. Хорошо. И мы снимем большие сюжеты с комментариями представителей мэрии. Потому что я думаю, что в рамках программы у нас получится как-то узко осветить, да, когда мы снимем картинку на месте и покажем, как там всё выглядит. Хорошо. Согласны, да? Сейчас трубочку не кладите, наш редактор возьмёт ваш контакт. Спасибо. Спасибо за обращение и за доверие. Спасибо. До свидания. Это программа «Алло Студия», 2.11.45, телефон прямого эфира. И пишите к нам на сайт rk.sever.ru в рубрику «Алло Студия». Напоминаю, что там нужно зарегистрироваться, но регистрация очень простая, и вы без проблем сможете опубликовать свой вопрос. Что ж, нам нужно бы дозвониться ещё до управления здравоохранения, потому что есть вопрос по УЗИ, который вроде бы как наполовину нам осветили. Вторая половина, по мнению главного врача детской, заведующего детским отделением, детской поликлиникой, вторая половина вопроса относится к компетенции управления здравоохранения. Вот давайте туда ещё раз позвоним. Набираем. Первый раз напоминаю, что нам не удалось, потому что трубку никто не взяли, но обед вроде бы как уже должен закончиться, и программа наша через 13 минут уже заканчивается. Так что много ещё вопросов, на которые мы не дали ответы. Да, нам ещё нужно будет в мэрию позвонить. Будем слушать гудки. Напоминаю, что мы дозвонимся до управления здравоохранения. Ну а те темы, которые мы сегодня не сможем осветить, мы обязательно осветим в следующей программе, либо они станут даже сюжетами для наших репортажей, и вы увидите в новостях. Дозваниваемся мы до управления. Вот знаете, дозвониться порой бывает очень-очень сложно, но тем не менее мы пытаемся это делать, чтобы отвечали. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, во-первых, представлюсь. Меня зовут Мария Владимирова, программа Алло-студия, прямой эфир. К нам обратились люди по поводу нехватки талончиков на УЗИ в детской поликлинике. Кто бы нам мог прокомментировать данную ситуацию? У нас сейчас исполняют обязанности начальника отдела Паневина Надежда Ивановна. А как можно с ней связаться? Так, сейчас. 4 07 62. Спасибо большое. Пожалуйста. Спасибо. Что ж, сейчас дозвонимся до Надежды Ивановны. 4 07 62. Конечно, хочется мне верить в то, что получится. Департамент здравоохранения. Здравствуйте. Я Надежда Ивановна, можно услышать? Здравствуйте. Я Надежда Ивановна сейчас на совещании находится. Ага. Перезвоните. Хорошо, спасибо. Спасибо, до свидания. Не удалось нам пообщаться. Тем не менее, вопрос с повестки дня не снимается. Тема актуальная, тема острая. И тогда мы уже в следующей программе осветим ее. Давайте попробуем дозвониться до еще раз господина Гончарова, чтобы узнать по земельным участкам. Нам ответ на вопрос. Есть у нас еще один вопрос, который необходимо будет осветить. Сейчас мы дозвонимся и узнаем. Что у нас там с земельными участками для многодетных семей? Может быть, он просто не подошел? Дозваниваемся в мэрию. Здравствуйте. Александр Васильевич не подошел еще? Еще. Нет, да? Спасибо большое. Так, видимо, я так понимаю, эта тема в любом случае уйдет у нас на следующую неделю, потому что мы просто-напросто сейчас в ближайшее время даже и не успеем дозвониться. Но, тем не менее, мы будем призывать к ответу и даже съездим на те территории, где поделена земля на земельные участки для многодетных семей, чтобы нам прямо вот наглядно показали, где, как, когда и будет введена она в эксплуатацию, подведены все коммуникации, чтобы люди смогли, в общем-то, пользоваться этой землей. Вопрос, который идет у нас уже, даже не помню, с какой программы. Вопрос, который позвонил к нам Николай, и он спрашивал, кому принадлежат гаражи ОПХ, бывшие гаражи ОПХ на улице Пустозерская. Давайте позвоним Анатолию Петровичу Чудочину, быть может, он нам прокомментирует данную ситуацию. Напомню, что беспокоит людей то, что гаражи, в общем-то, брошенные, они представляют собой опасность, особенно в преддверии лета, в преддверии пожароопасного периода. Вот узнаем, что нам скажут по этому поводу. Чем нас, так сказать, порадует или не порадует. Кстати говоря, вот тема мостов, у нас ведь не только тема мост через Кую, мы не можем пока что получить ответ по мосту в Тельвиску, вот что тоже очень интересно, но, тем не менее, мы работу ведем. Поверьте, мы постоянно дозваниваемся, постоянно держим все вопросы на контроле, чтобы вам уже рассказывать о проделанной работе. Дозваниваемся мы до Анатолия Петровича Чудочина, чтобы получить ситуацию по гаражам, которые принадлежали ОПХ, когда-то на улице Пастозерской. Сейчас мы узнаем ответ. Вот очень много вопросов переходит, все записано. Что-то уйдет на следующую неделю. Кстати, вот вы же можете не только с вопросами звонить, вот как позвонила сегодня Зинаида Кузьминчина, и она просто-напросто высказала свое мнение по той теме, которая на самом деле сейчас очень активно обсуждается, а мы еще сегодня успеем позвонить тогда в Искательский постсовет, хотя, как мне, не изменяет память у них традиционно в это время, по понедельникам планерка, но, тем не менее, попробуем. Так, сейчас мы дозваниваемся до Анатолия Петровича Чудочина, чтобы узнать ответ на вопрос. А наш телефон 2-11-45, вы можете звонить и оставлять вопросы. Мы дозваниваемся, и пишите к нам на сайт Алло Студия на trksever.ru, наш сайт так называется. И, в общем-то, мы уже будем в течение недели искать ответ, если сложный очень вопрос, можно заранее об этом позаботиться. Ну и также у нас сегодня был вопрос, дозвонились мы. Алло. Алло. Здравствуйте, Анатолий Петрович? Да. Это программа Алло Студия, телеканал Север, меня зовут Мария Владимирова. Прямой эфир к нам позвонил житель города, который обеспокоен гаражами ОПХ, бывшими, я так понимаю, гаражами ОПХ на улице Пустозерской находятся, что вот они представляют собой угрозу. Вы можете пояснить ситуацию, что эти гаражи кто-то контролирует, кто-то охраняет, либо они вот сами по себе вроде как стоят? Эти гаражи сейчас будут сносить служба стройзаказника, и что-то там будут строить. А, то есть этих гаражей не будет? Нет, не будет, там будет строительство домов. Ага. Как я так понял. Ну да, что там будут строить, это уже второй вопрос, и чтобы вы на себя не брали... Стройзаказник сейчас будут сносить их. Угу. Ну и все. Поэтому по всему работа. Угу. Спасибо вам большое за комментарий. Спасибо. Ну вот что ж, видите, как все просто, и я думаю, что Николай больше не будет беспокоиться по поводу того, что кто-то может поджечь эти самые гаражи, и они станут угрозой, или, как он говорил, оттуда срывают шифер, доски, что тоже представляет собой опасность. Все сносится, будет вести строительство. Вот приятный момент сегодняшней программы. Будет вести строительство на месте. 2-11-45 наш телефон. Дозванивайтесь. И я еще предлагаю позвонить в поселковый совет искателей. Очень хочется узнать, как выбирали место для памятника. Почему решили именно на этой территории, где он сейчас стоит, поставить его. Мы звоним. И получим ответ. Я думаю, что если нам удастся, это будет последний ответ на сегодняшний день, на сегодняшнюю программу. Дозваниваемся. И будем выяснять. Про памятник танк очень много говорят. Очень разные мнения. Кто-то и вовсе не считает это символом победы. Кто-то, напротив, говорит, что это яркое выражение того, что мы победили. Кому-то не нравится место расположения. Кому-то вообще, в принципе, не нравится история этого танка. Тут можно целую книжку написать, на самом деле. Опрос провести, социологическое исследование. И понять, нужен ли на Ринмару этот танк. Ну, на мой взгляд, такие вот работы должны были до установки проводиться. Общественное обсуждение. Хотя, вы знаете, ну, я, например, ничего против памятников не имею. В том числе и этого танка. Стоит, стоит. Пусть там детишки посмотрят. Я не знаю. Дозваниваемся мы до поселкового совета Пискательского. Да, еще было бы здорово сегодня получить хоть какой-либо ответ нам по поводу тех фотографий, которые мы сегодня видели. Что у нас творят, творили вот эти молодые люди, залезая на голову солдата, воины-интернационалиста. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Это прямой эфир программы «Алло Студия» Мария Владимирова. Я вот прямо на вас попала. В общем, вопрос следующий. Люди спрашивают, почему выбрано именно то место для танка, которое установлено, которое выбрано. Я понимаю, вы с этим танком уже наверно... Ответ простой. На перекрестке дорог. Ну, как говорят, там какая-то промышленная зона, все заносит, вот, не знаю. А там будет, там будет еще дополнительная ответить, там будет разбит парк Победы, другого больше нету, например. И будет все, типа, стелы, все 2270 человек, которые ушли на фронт с деревень, они там будут все в именах. Все будет закрыто, будет озеленено и так далее. А, то есть это будет целый комплекс? Хорошо, подскажите мне, пожалуйста, а где другое место есть, скажите? Не, так вот я и хотела, я только что, ожидая, пока мы до вас дозвонимся, рассуждала сама вот с телезрителями, что, в принципе, надо было до, наверное, проводить общественное слушание, где бы люди хотели этот памятник. Я вот, например, не знаю, на мой взгляд, мы, кстати, обсуждали уже с депутатом окружного собрания Александром Ильичом Лутовиновым эту тему, что здорово было бы сделать вообще комплекс техники, да, какой-то. Вот это интересно. Там, пожалуйста, отсыпай место и делай еще комплекс. Например, делайте там вдоль гаражей, там вот место свободное, через дорогу. Дальше можно подсыпать и сделать комплекс техники. Просто какие-то до остановки, пожалуйста. Там тем более, там 600 метров квадратных площадка поведена. 600 метров квадратных, представляете, да? Я представляю, да. Все угодно. Да. Ну, на самом деле, не обидно, что вот столько негативных отзывов. Вроде бы дело-то благое. А какие негативные? До этого молчали, чтобы поставили. А теперь негативные вот отзывы. У нас, да, ну... Соберя, ну, видно. Ну, я думаю, что да, в результате... Хорошо, давайте уберем. Нет, 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 пускай стоит. Зачем убирать? Самое главное, что теперь граждане услышали. Это не просто вот танк на постаменте. В дальнейшем это будет красивый комплекс. Так вот, там-то я и говорю, что он будет... Вы с любой стороны. Со стороны угли заезжайте, со стороны факела заезжайте. Почелка, например, да? Он стоит на перекрестке дорог, он везде виден. Мы сделаем нормальную автостоянку. Кто захотел подъехать, свадьбы подъезжать, все прочее. Кто еще нужно? Ну, это же не возле честных поставить. Вот, понимаете меня? Вот если возле честных поставили, я бы первый задал вопрос. Почему на задворках? Ну, да, 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 да. А это видимое. Понимаете? Чего это обсуждать? Не то, что я принял. Какие общественные слушания? Хорошо. Кто бы мне что мог другое предложить? Там, где памятник стоял геологам, например, разбитый вень. Ну, к примеру, да? Ну, да, да, да. Или еще в лесу там где-то, ну, понятное дело. Поймите, что я, например, считаю, что место, вот пускай я не архитектор, но строитель, я выбрал самое такое культуровое место, которое всегда было бросово, например, потому что там ничего не поставили. Там и запроводы, электролинии и так далее. А сегодня она будет оккультурные деревья, все прочее, парк разбит. Что еще нужно? Все замечательно. Еще одна территория будет облагорожена. И на самом деле вы молодцы. Спасибо большое. Так я говорю, что это все будет. Мы сейчас вот лесной посадим деревья, там все прочее, пока иву пока посадим, елки посадим. Ива после разрастается, потом менять будет на такие более культуры, там, рябина, там, береза и так далее. Я не понимаю людей. Ну, да, как видите, у нас чем больше хорошего делается, тем вот хуже получается. Да, да, только людей, только мне, я согласен с вами, абсолютно. Спасибо. Спасибо. Спасибо, что я просто говорю, ну, меня просто это удивляет. Вот когда не обсуждалось, ну, ладно, вроде как. А мне часто вопросы, почему вы не советуете? А потому что я противоречиваю, мне никто слышу. Трудно будет определиться. Это не нужно, это не нужно. А что им нужно, спросите вот людей. Просто. Да, хорошо, мы сделаем одно из тем, кстати, в нашей репортаже. Почему бы и нет? Спасибо вам большое, да, за камеру. Ну, нет, сейчас секунду расскажу. Я сделал так, например, во дворах головоустройства, например, детские площадки, на дороге, все прочее. И мне женщина говорит, а вы со мной не обсуждали, правда, со мной обсуждали. Вот. Она в отпуске была. Так я говорю, как я мог с вами обсудить, например, это хорошо, да? Я взял, повесил стенды, как стройка, например, вот так будет ваш двор облагорожен. Так. Ни одного предложения. Ни одного предложения, да. Ну, это не только у вас такая проблема. Да, в дворах повесил, да, в дворах. Ни одного предложения. Мы стали бы что-то поменять или что-то еще. Я с вами согласна, есть такая. Я считаю, для меня закрыто. Ну, к примеру, вот я поставил, там поставил. Ну, это правильно, правильно. Не пишите, не пишите, потому что вот кто не приезжал, и с Огубой, и так далее, все, ну, люди говорят, нормально. Но кому не нравится, ради бога, пусть возьмёт 28 тонн и переставит. Спасибо вам большое, да, к сожалению, до времени программа подходит в завершение. До свидания. Что ж, дорогие друзья, очень много вопросов, очень много ответов нам сегодня удалось получать. Это ли не может не радовать, тем более очень радует тот факт, что сегодня к нам пришел гость, неравнодушный житель города, высказал свою позицию. Приходите вы в следующий понедельник, заранее публикуйте ваши вопросы на сайте trksever.ru в разделе «Алло Студия». Ну и звоните по телефону прямого 2-11-45, телефону прямого эфира 2-11-45. Ну, а на сегодня я с вами прощаюсь, желаю вам счастья, добра, всего доброго, увидимся в следующий понедельник.